Дальше мы перейдем к доске Вот такая вот у меня красотка Итак, как видите, ножные петли уже находятся на моей доске Я не так часто их снимаю с них Только когда от меня долгий перелет И мне нужно сэкономить место в чехле Если у меня не так часто Только одна доска То петли эти не убираю Они служат мне дополнительной защитой во время перевозки Об этом я скажу позже Есть разная система прикручивания петель Если у вас начальный уровень Вы ставите их больше вперед На передней дырочке Лучше катаетесь Можно ставить на дальнюю Но, когда вы занимаетесь фристайлом Вам нужно быть ближе к центру доски Поэтому петли ставим Передние больше вперед, а задние больше назад Во-первых, это шире стойка, то есть вы более устойчивые Во-вторых, это удобнее А сейчас я вам покажу, куда я ставлю петли Обычно люди ставят петли, например, на передние отверстия И вот соответствующие друг другу Здесь я ставлю петли С левой стороны на переднюю дырочку А с правой стороны на заднюю Ближе к корме Это сделано для того, чтобы, во-первых, петля была уже А во-вторых, есть больше свободы Я могу развернуть ее в одну сторону вот так Либо вот так Это нужно для разных трюков, для разгона доски Для ощущения ее и для большего комфорта Попробуйте это По поводу петель У петля есть края, которые больше всего подвержены тому, чтобы они портились Когда они испортятся, они могут натирать во многу И у вас будет рана Какой я могу дать вам совет? Во-первых, открыли петлю Итак, вы видите, что у петли, у основания Есть острые края Которые могут порезать вам ноги Для того, чтобы это не произошло Обмотайте скотчем Вокруг петли внутренняя часть А когда вы закрыли ее Также обмотайте снаружи Это защитит вас от лишних травм И вам будет комфортно кататься Так как у меня петель много Я использую один набор петель каждый месяц За месяц они протираются И что может привести к травме Теперь следующая особенность Это заглушка Вот она как выглядит У нее есть широкая часть и узкая Я рекомендую ставить широкую часть внутрь Это делается для того, чтобы петля Когда вы ее поставили на доску Выглядела вот так Такой дугой Мостиком таким Это делается для того, чтобы петля соответствовала Анатомии вашей ноги Когда, если вы сделали широкую часть в сторону То петля будет выглядеть вот так Да, то есть очень широко Если она будет внутрь, то петля будет выглядеть вот так Примерно Если у вас нет этих заглушек То обязательно найдите такие Чтобы была одна сторона шире, другая уже Бывают металлические, одинаковые с двух сторон Я считаю, что это неправильно Они должны выглядеть примерно вот так Чтобы отрегулировать вашу петлю Под анатомией вашей ноги Вот так должна выглядеть правильно настроенная петля Я считаю, что я была очень счастлива И, às vezes, у вас, если вы спросите Я не знаю, как это вышло Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok